Я что вам сделаю? Я за ним за него. Я с вами разговариваю. Стойте, не молчите. Надо иметь очень крепкие нервы, чтобы попасть на прием к психиатру и при этом не психануть. В многочасовой душной и тесной очереди люди срываются друг на друге, а обижаются на горздрав. Этот психоневрологический диспансер – единственное место в Норильске, где можно получить справку для медкомиссии. Говорят, в очереди здесь стоят не просто часами и днями, но даже неделями. Да, в неделю стоял. То есть нас запускали сюда по 10 человек, все остальные на улице стояли. Халид рассказывает, как здесь ограничивали поток посетителей в пик третьей волны коронавируса. Сейчас пропускают всех. В узком коридоре вплотную друг к другу часами стоят десятки людей. Простояла я с улицы 4 часа. Вот сейчас еду в самый конец очереди, я там буду еще стоять часа 3. Вот, пожалуйста, медкомиссия. Просто я здоровый человек, пришла сменить права. Мне надо нарколог, психолог. Я тут целый день провожу, вот здесь вот. И каждый человек здесь здоров, он работает, пришел и здесь вот стоит. Особенность приема здесь такова, что каждому приходится выстоять не одну, а несколько очередей. Сначала в кассу, потом за направлением, затем в кабинет к врачу. А еще есть перерыв на обед. Час очередь просто не двигается, только прирастает с хвоста. Надо им больше специалистов как-то разделять, что кто-то, потому что проходит на медовоследование работников, кто-то на водительские права, кто-то просто платно проходит. И надо все это разделять как-то, чтобы люди вот так вот не стояли. Подходят, кто крайний, а они не знают, кто крайний. Бегают, потом ищут по всем вот этим коридорам. Выдавать справки не только здесь, но и в других поликлиниках. Вести прием в более просторном здании. Хотя бы стулья поставить. Все это предложение норильчан. Кажется, каждый в очереди уже придумал, как решить проблему. Ведь она существует много лет. И мы рассказывали о ней примерно полгода назад. С тех пор из явных улучшений здесь только свежая покраска наружной стены. Сегодня на наш запрос ответили, что завтра для уточнения ситуации на место приедет руководитель территориального отдела Министерства здравоохранения Красноярского края. Виктория Комиссарова, Юрий Толстов, Енисей, Новости, Норильск.